В этом году селу Дубово из районного бюджета будет выделено 6 тысяч рублей. 35 тысяч поступит из дорожного фонда. Еще 5,5 из средств, предусмотренных на содержание жилфонда. 21 тысячу жители должны собрать самостоятельно. Этот целевой сбор на благоустройство села в размере 10 РУМЗП с одного домовладения в районе ввели в начале нынешнего года. Помимо этого, пополнять казну населенного пункта теперь будут и землепользователи, сказал Эдуард Концелевич. «Один РУМЗП с каждого гектара. Эта сумма у вас будет в осенью. Это тоже пойдет в ваш маленький бюджет. Вообще скажу, что в принципе впервые за долгие годы в каждом населенном пункте появляется свой бюджет. Раньше этого не было. Эти средства, которые будут у вас, вы себе будете расходовать сообща. Есть депутаты у вас, собирайтесь вместе с жителями и решайте, где что и как использовать эти денежные поступления. И грейдер себе, говорится, дополнительно привлечь на работы. И нужно где-то фонарик, фонарик где-то поставить и дополнительно все решите». Решение руководства района сформировать местные бюджеты сел жители Дубова поддержали. И предложили их плату за патент, как мелких сельхозпроизводителей, тоже перенаправить в сельскую казну. «Моя семья арендовала гектар. Патент продлевается каждый год. И вот эти 169 рублей мы платим в фон города. А скажите, пожалуйста, а нельзя делать, вот сельская, это же земля сельская. Почему эти деньги мы с удовольствием заплатим? Но фонд села». «Посмотрите, предложение интересно, нужно, кажется, подумать». На что сельчане израсходуют свои деньги, говорят, еще не решили. Из первоочередных вопросов – уличное освещение, колодцы, памятники и дороги. «Это очень хорошо, что у вас сейчас будет свой дорожный фонд. Вы определитесь с главой администрации, с депутатами. Первоочередность ремонта ваших улиц, которые самые наиболее в ужасном состоянии находятся. И определимся, рассчитаем проектно-сметную документацию и заключим договор. Мы ваше положение дорожной сети будем поправлять. Ну, единственное, сразу говорю, что будем использовать местные материалы, местные карьеры для того, чтобы удешевить стоимость одного квадратного метра». И еще одной приятной новостью для жителей Дубова стало сообщение о скором завершении газификации села. В этом году здесь планируют проложить более двух километров газопровода среднего и низкого давления. Все затраты по строительству сети взял на себя Тирасполь Трансгаз Приднестровья. Сельчанам придется заплатить лишь за подключение к распределительной газовой системе. «По планам у нас апрель, май, июнь. Значит, за эти три месяца мы должны будем закончить монтаж шкафного регуляторного пункта, прокладка надземного газопровода низкого давления диаметра 76 по улице Мира. Монтаж второго шкафного регуляторного пункта – это район улицы Садовой, нижняя часть, прокладка подземного газопровода, полиэтиленового низкого давления по улице Мельничной, Садовой, переулок Садовой и улица Набережная». Прокладка газопровода – дорогостоящая и небыстрая работа, рассказал Олег Криворученко. Поэтому газификация будет проходить в два этапа. На оставшиеся шесть улиц села голубое топливо планируется провести уже в следующем году. Андрей Малёван и Анжела Каранчук и Виктор Меленчук. Первый Приднестровский телеканал.